здравствуйте уважаемые трейдеры сами на связи виталий кухта сегодня мы запишем обзор рынка криптовалют обсудим детально bitcoin эфир в принципе другие криптовалюты я вижу аналогично там немножко другая картинка но я думаю они тоже пойдут в рост как и bitcoin эфир среднесрочном помимо того что мы сегодня обсудим обзор и перспективы биткоина эфира у нас будет вторая часть нашего вебинара это такой обучающий вебинар на тему пробой напомню в своем последнем обзоре которые делал на прошлой неделе в четверг как на своем канале так и на канале компания markets я прогнозировал рост биткойна эфира на пробой уровня я уровне указывал по модели пробой они себя отлично отработали мы как видим с прошлого четверга по сегодня bitcoin эфир достаточно хорошо вырос модели себя отработали локального принципе отлично я думаю что у нас есть перспективы среднесрочного роста и сейчас мы придем графику и это все обсудим рекомендации я давал публично да то есть вы можете посмотреть прошлый мой вебинар по bitcoin эфиру и также в закрытом своем канале про сигнал я давал bitcoin эфир а также другие монеты мы обсуждали с учениками они тоже свои идеи давали они в принципе были все идентичные там бенби монету рассматривали в лонг а потом там другие монетки ребята подкидывали там разбирали другие которые там раньше времени пошли в рост то есть потому что на рынке есть моменты когда есть много монет да и какая-то сегодня пошла какая-то через два-три дня до по-разному тому тот же ripple он чуть немножко раньше начал выстреливать как в таком формате итак давайте перейдем графику обсудим что у нас здесь по биткоину происходит и так свое мнение по биткоину я раньше высказывал что рассматриваю среднесрочный рост по биткоину с целью 80000 и возможно на 100 до ближайшее время но были некоторые коррективы у нас вот этот тренд который который длился так скажем в конце июня начало июля меня немножко скажем так напугал со среднесрочным ростом я даже начал здесь несколько раз шортить и в принципе обзорах об этом говорил что возможно шортить и закрытом канале аналогично вот примеру 2 июля я своим ребятам советовал шортить и только на прошлой неделе мы начали уже вот если так взять 9 июля я перевернулся на покупки позже мы рассмотрим почему в среднесрочной перспективе у нас биткоин находится в импульсе который длился в начале текущего года и у нас происходит достаточно такая глубокая ну я бы не сказал прям глубокая но более затяжная коррекция она имеет две волны коррекции достаточно глубокие примерно насколько мы где-то под ну если так под 15-20 тысяч это глубина коррекции если брать там максимум минимум я думаю что это все коррекция у нас такой крупный коррекционный паттерн формируется и я думаю что скорее всего мы закончили его конечно нельзя исключать что могут быть новые минимумы все на рынке возможно но я думаю как вариант мы его закончили и дальше двигаемся с целью 73000 по биткоину и дальше когда мы пробьем этот уровень и мы уйдем на 80 и выше по биткоину поэтому кто ранее покупал биткойн по моих рекомендациях я бы удерживал кто ранее не покупала я бы потихонечку набирал bitcoin если там интересует прямо с более короткими стоп лоссами то принципе нужно какой-то локальный новый паттерн пока его нету мы находимся в таком скажем в импульсе давно у нас идет формирование импульса и импульса и пока нету какой-то коррекции для новой точки входа но если среднесрочно подбирать с большими стопами то в принципе bitcoin я рассматриваю наверх то есть вот у нас крупный паттерн по эфиру в принципе та же ситуация у нас у нас импульс в начале текущего года произошел мощный и такая крупная коррекция которая длится практически под если брать уже пятый месяц пошла коррекция до ну четыре ровно четыре месяца ровно я думаю что мы ее закончили и эфир будет двигаться на обновление 4000 да я думаю мы в ближайшее время возможно до конца лета у нас осталось полтора месяца покажем 5000 там возможно мы не успеем до конца лета выйти но среднесрочно я рассматриваю рост то есть вот это все движение которое у нас здесь происходит это коррекция ключевой уровень поддержки 2 800 достаточно сильный и я бы рассматривал только покупки по эфиру и по биткоину и в принципе по другим монетам там ситуация аналогично их разбирать не буду я в закрытом канале их разбирал некоторые монеты ученики мои кто торгует криптовалютный рынок они умеют сами разбирать это все а сейчас я в принципе коротко обозначил как я вижу глобально картину что нас есть импульс вот этот глобальный на чтобы быть по биткоину что по эфиру это все коррекция думаю что она закончилась и дальше мы двигаемся наверх а сейчас мы перейдем к второй половине нашего бинара обучающиеся мы разберем моменты которые я советовал в своем последнем обзоре ну давайте начнем с биткоина по биткоин не называл ключевой уровень 58 400 говорил что работать на пробой данного уровня по модели то есть вот у нас есть модель на пробой контр тренд у нас есть откатный уровень по локальному тренду который у нас длился вниз вот он сформирован потом по отношению к этому уровню у нас был ложный пробой да то есть это может быть один ложный пробой может быть два ложных пробоек пример как по примеру с биткоина у нас было два ложных пробоя по эфиру один сейчас мы разберем у нас присутствует поджать и к данному уровню то есть у нас присутствует минимум все выше да то есть вот у нас один минимум 2 3 да то есть все выше что указывает на пробой данного уровня закрытие бара возле уровня потом еще один из самых важных факторов это то что когда у нас происходит ложный пробой у нас нету мощного движения вниз то есть это говорит о том что если у нас нету мощного движения вниз и цена снова возвращается к уровню это скорее всего говорит о пробое данного уровня до наверх в данном случае конечно могут быть скажем разные моменты может быть и ловушка какая-то да для этого существует стоп лосс обязательно потому что может быть и нет реакции на ложный пробой и цена вроде поджимается потом ее ломают и она уходит вниз для этого есть стоп лосса если не срабатывает данная методика да вот переходим к графику биткоина смотрим у нас есть уровень потом он еще подтвержден дополнительный зеркальным уровнем вот у нас был один ложный пробой 2 и цена не уходила вниз а возвращалась к уровню от закрытия вот второй подход к уровню и здесь возможно было работать там второй раз на пробой и смотрите минимум на все выше то есть один мимо минимум 5 июля потом 2 8 июля и 3 минимум 12 июля то есть у нас такая восходящая . рисуется да вот все пример то есть мы локальные цели примерно в районе 63 тысячи вот эти локальные максимум мы их скажем отработали здесь можно хорошенько пофиксироваться или там удерживать всю позицию с среднесрочным дальше что касается эфира вот тоже самое смотрите здесь просто красота здесь у нас пример пример когда был просто один ложный пробой и цена снова вернулась к уровню то есть я называл в прошлом своем обзоре за четверг 300 уровень и говорил выше данного уровня работать на пробой вот у нас был ну можно здесь даже вот вот первый был тоже такой ложный пробой и 2 тоже такой более глубокий и после 2 когда цена снова возвратилась к уровню это говорил о том что здесь ну достаточно большая вероятность ланга плюс мы закрылись возле точнее выше уровня можно было работать как на пробой так и зеркально выше уровня и цена в принципе неплохо показала рост вот простая модель не постфактум то что там можно рассказывать и так далее вот есть мой обзор который записывал в четверг на выходил на youtube канале я там затрагивал bitcoin эфир и в закрытом канале аналогично с ребятами плюс мы там условного даже монетка бенби тоже вот красиво тоже уровень 530 долларов да то есть вот ложный пробой закрытия внизу потом выше даже было зеркально можно было работать тоже очень красиво вот короткий такой скажем обзор рынка со среднесрочным скажем посылом на рост bitcoin эфира достаточно мощный ожидаю короткий обзор модели на пробой если вас интересует более детальная скажи информация по модели на сайте моего проекта кухни капитал есть информация по обучению по закрытым каналу про сигнал принципе ранее я на своем youtube канале можете поискать записал много обучающих роликов на тему пробой сравнивал эти моменты разные подходы поэтому можете дополнительно изучить если вам интересно не просто хаотично скажем шортить покупать bitcoin а понимать где это нужно и как правильно делать всем спасибо за просмотр жду ваших комментариев также пишите свое ожидание по биткоину по эфиру по своему анализу что он у вас показывает если будут какие-то изменения я в следующих обзорах буду рассматривать потому что я как уже ранее говорил каждые два-три дня или каждую неделю-две условно рынок может менять меняться и указывать на другую тенденцию и нужно нужно это понимать нельзя просто в тупую там условно там все время покупать да потому что рынок может там ведь и на коррекцию на глубокую коррекцию может разворачиваться да то есть нужно смотреть что и как можно спекулятивно на этом всем зарабатывать на этих коррекциях все зависит от вашего подхода всем спасибо с вами был виталий кухта до следующего обзора